В Казанском федеральном состоялось заседание ректората, на котором обсудили 8 вопросов. Основным стал ход подготовки к приему на 2018 и 2019 учебный год, работа которого в первую очередь по привлечению победителей предметных олимпиад уже началась. У меня просьба к руководителю приемной комиссии какие-то новые механизмы придумывать. Мы все время идем по накатанной, это обход школ, обход того, обход всего, а какая-нибудь публикация где-нибудь в захудалой желтой газетенке работает со стопроцентным обратным эффектом. Ректор Казанского федерального поручил директорам институтов привлечь талантливых абитуриентов. С докладом о ситуации выступил ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров. Напомню, что на сегодняшний день 20 олимпиад уже прошло, в том числе и заочный и очный тур. Участники с 9 по 11 класс всего было заявлено и приняло участие в интернет-отборе 23 тысячи человек. Из них участники 11-классники, это наши абитуриенты этого года, это 8 тысяч 466 человек. Из них в очный тур прошли 1700, победители 1100, 260 это призеры, то есть те, которые получат дополнительные баллы. Также по планам приемной комиссии 14 марта заработает обновленный сайт приемной компании. Отдельно ректор обратил внимание на желательную персонификацию в работе с иностранными студентами. Продолжая тему о привлечении иностранцев, директор Елабурского института КФУ Елена Мерзон обсудила с присутствующими работу подготовительного отделения для иностранных, учащихся в Елабурском институте. Существует определенная необходимость по подготовке наших преподавателей по программу русский язык, как иностранный, хотя на сегодняшний день 6 человек преподавателей из 16 задействованных всего уже прошли курсы повышения квалификации. Отдельным резервом для пополнения Казанского университета талантливыми студентами являются профильные лицеи. Вопрос по набору на новый учебный год и привлечение к работе с одаренными лицеистами профессуры профильных институтов также был вынесен на повестку дня ректората. Весь подготовительный факультет для иностранных студентов уже с 1 сентября до 2018 года будет перенесен в Елабугу. Преимуществом такого решения является сильный преподавательский состав, наличие аудиторного фонда в корпусах и мест для проживания в общежитиях Елабурского института. Далее главы университетских подразделений обсудили вопрос о сотрудничестве КФУ с научно-образовательными центрами Германии. Участники ректората отметили необходимость увеличения мобильности, а именно приезд германских студентов и ученых в Казань. В завершение заседания внесено предложение учредить премию академика Камиля Валеева для студентов КФУ. Премия выплачивается за счет средств семьи ученого и составляет 25 тысяч рублей. При этом Альшат Гафуров предложил за счет собственных средств университета увеличить эту сумму и создать аудиторию, посвященную памяти ученого. Также ректор предложил создать еще одну аудиторию имени Фикрята Табеева. Ректорат также поддержал идею и выступил за включение данного вопроса в повестку одного из будущих заседаний ученого совета. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Роман Самарин, Универньюз.